Тактические разногласия такую характеристику дают нынешним отношениям Лукашенко и Путина эксперты. Дело о воздушном пространстве Беларуси. Туда все чаще залетают дроны, которыми Россия атакует Украину. Но если ранее режим пытался умолчать этот факт, то теперь Лукашенко дал указ сбивать беспилотники. Не забываем, что в 2022 году он давал воздушное пространство для российских вооруженных сил. Самолеты стартовали с аэродромов военных в Беларуси. Инфраструктура использовалась, ракеты летели, 800 ракет в направлении Украины. Потом он договорился, что все, хватит, больше этого не будет. Нужно понимать, что в настоящий момент между Путиным и Лукашенко возникли тактические терки. По той информации, которая поступает, мы можем говорить, что сейчас возникла проблема с тем, что Лукашенко отправил достаточно много продукции военного назначения в адрес Министерства обороны Российской Федерации по государственному заказу Российской Федерации. Это то, о чем они договаривались. А Министерство обороны Российской Федерации не платит по контрактам. Лукашенко не впервые идет в разрез с позицией Путина. Так, в июле 2024 года он поручил отвезти войска с южных рубежей в места их дислокации. Об этом диктатор заявил на совещании по безопасности в Лунинецком районе Брестской области, которая граничит с Волынской и Ровненской областями Украины. Их, украинские войска, отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска нужно убирать с границы, чтобы они понимали, что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь сосредотачивать свои вооруженные силы, кроме сил специальных операций. Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, передает агентство Белта. Тогда же Лукашенко добавил, что нужно не пропустить якобы возможные угрозы на западном направлении. Реакция кремля на это решение не заставила себя ждать. Нефть по предоплате и отказ платить за вооружение, произведенное в Беларуси. И, по мнению экспертов, решение сбивать российские дроны может спровоцировать Путина на еще более жесткие меры. Кремлевский диктатор может поднять цены на газ. Лукашенко идет на то, что сбивает российские дроны, показывая Путину, что он этим не доволен, что он не хочет, чтобы воздушное пространство использовалось в Беларуси. Является ли это признаком того, что Лукашенко меняет свою стратегию в отношении войны в Украине? Нет. Абсолютно нет. Это тактика. Это тактическая игра. Опять же, он думает по поводу себя. Опять же, он думает, как не спровоцировать ситуацию перед попыткой своего собственного переназначения на узурпированную им должность руководителя Беларуси. И он был, есть и будет далее стратегическим партнером Российской Федерации. Сегодня Лукашенко находится в сложной ситуации. С одной стороны, он уже не может продавать своему народу лозунг о том, что сохранит мирное небо над головами. Ведь скрыть тот факт, что российские беспилотники падают на территории Беларуси, уже невозможно. Но с другой стороны, единственный способ удержать свою незаконную власть и дальше подыгрывать Путину. Поэтому Лукашенко продолжает наращивать воинские контингенты, тем самым создавать угрозу агрессии на границе с Украиной. Кроме того, Минск не прекращает снабжать Кремль необходимым вооружением, а также помогает России обходить санкции.